всем привет меня зовут татьяна меденцева и вы на моем канале о вязании в этом видео мы с вами продолжим и закончим уже наконец-то вязать эту черепаху почему такой большой мастер-класс получился но реально потому что игрушка очень большая в конце этого видео вы увидите сравнение там мишка будет мой 25 сантиметров стандартный и вот это вот черепаха реально увидите размеры этой огромной черепахи и я как всегда хотела просто сделать это максимально ясно понятно чтобы у всех получилось в итоге смотрите как должно это выглядеть как я вам и говорила я прошила обычной иголкой с ниткой видите даже нитку не обрезала еще оставила нам не может понадобиться для пришивания головы поэтому обрезать пока не буду вот эта ниточка если испортится то еще это это шью голову вот я пришила ее как вам рассказывала вот так вот сейчас это выглядит вот смотрите у нас здесь все осталось добавила я наполнитель видите красота уже похоже на черепашку сейчас мы свяжем голову я уже приклеила только что реснички не показывала как клеить потому что у меня здесь на канале есть видео где я показываю как клеить реснички это у меня одна ресничка я ее просто обрезала пополам и сюда вот так вот приклеила видео где я показываю как клеить реснички вот здесь тоже прикреплю потому что кому то нужно будет так зеленым цветом у меня вот здесь немного осталось немного почти целый моток зеленого зеленого зеленой пряжи и мы начинаем вязать крючок четвертый все как обычно цвет кепки берем какой у вас там будет вот с кепочки начинаем делаем петельку две воздушные петли и в первую набираем шесть столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 во втором ряду вяжем шесть прибавок 1 1 2 3 4 5 6 во втором ряду вяжем шесть каждом ряду по шесть прибавок наверное я вам тоже сейчас это все надиктуете смотрите у меня получается третий ряд один столбик без накида 1 прибавка и так до конца ряда вот видите у меня такие вот записи это у меня клей термо клей смотрите третий ряд у нас один столбик без накида and one прибавка и так до конца ряда, в конце ряда будет 18 столбиков без накида, в четвертом ряду 2 столбика без накида, прибавка тоже так до конца ряда, 6 раз у нас получится так сделать, будет 24 столбика без накида, в пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка тоже так до конца ряда и в конце ряда будет 30 столбиков без накида, в шестом ряду четыре столбика без накида, одна прибавка и так до конца ряда. В конце ряда тридцать шесть столбиков без накида. В принципе, вот это то, что я говорю, в конце ряда тридцать шесть столбиков без накида. Я раньше этого не говорила, а потом некоторые просили это озвучивать, хотя я не понимаю, зачем вы реально пересчитываете эти петельки, когда делаете прибавки. Допустим, можно пересчитать, когда вы вяжете просто столбики без накида, а когда делаете прибавки, то у вас смысл их пересчитывать. Пока я отвлеклась на разговоры, я забыла, какой я вам говорила. Наверное, был седьмой ряд, где было пять столбиков без накида, одна прибавка и так до конца ряда. В восьмом ряду шесть столбиков без накида, одна прибавка и так до конца ряда. Тоже так до конца ряда вяжем. Тоже шесть раз у нас получится так сделать. В девятом ряду семь столбиков без накида, одна прибавка и так до конца ряда. В десятом ряду мы просто провяжем пятьдесят четыре столбика без накида. В одиннадцатом ряду сделаем восемь столбиков без накида, одна прибавка и так до конца ряда. Шесть раз у нас получится так сделать, в конце ряда будет шестьдесят столбиков без накида и затем в двенадцатом ряду просто провяжем шестьдесят столбиков без накида. Это все то, что мы вяжем зеленым цветом, цветом кепочки. В тринадцатом ряду провяжем девять столбиков без накида, одна прибавка и так до конца ряда. В конце ряда будет 66 столбиков без накида, и потом три ряда, 14, 15 и 16, вяжем по 66 столбиков без накида в каждом ряду. А затем будем менять цвет. Просто присоединим его. И вот еще с 17 по 23 включительно провяжем те же 66 столбиков без накида в каждом ряду, но уже желтым цветом. Но я думаю, что это я вам покажу уже, как перейду на желтый цвет, как мы присоединим. Может кому-то это нужно будет. И дальше опять расскажу, что вязать. Вот так вот я уже прошила. Это 16 провязанных рядов. Сейчас будем менять цвет. Я эту зеленую нитку обрезать не буду. Я просто присоединю сейчас желтую. Так, использую, видите, сколько у меня смотка осталось, хочу посмотреть, хватит желтого или нет. Присоединяю ее, как обычно, просто захватила, провязала столбик без накида, сейчас еще пару столбиков провяжу. Здесь я завяжу узелок. Так, пару столбиков мне тут вязать не надо было, потому что я хочу... Я хочу просто зеленую нитку на эту сторону перенести. Я ее прям вот так вот вынесу и она у меня будет сверху здесь. И я дальше желтой просто начинаю вязать. Все как обычно. Столбиками без накида дальше, а это у меня зеленая нитка пока останется вот так вот. Так, а желтой, как я вам уже и говорила, мы вяжем дальше по столбику без накида в каждую петельку. И сейчас начался семнадцатый ряд. Вот мы начинаем. Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий. Семь рядов нам нужно провязать по шестьдесят шесть столбиков без накида в каждом ряду желтым цветом. Вот так вот просто обычно вяжем. Вот смотрите, провязала я двадцать третий ряд включительно. Кстати, вот так вот осталась пряжа, не знаю, хватит, не хватит, будем смотреть. Дальше идет двадцать четвертый ряд. Будем вязать десять столбиков без накида, одна прибавка и так до конца ряда. У нас получится шесть раз так сделать, ладно? В конце ряда будет 72 столбика без накида и потом два ряда. Двадцать пятый и двадцать шестой ненти в каждом ряду. А потом мы уже будем делать убавки, но это будет потом. Вяжем сейчас самостоятельно, это двадцать четвертый, двадцать пятый и двадцать шестой ряд. Я провязала эти три ряда, двадцать четвертый, двадцать пятый и двадцать шестой. Можно вставить глазки. Смотрите, глазки я вставила, вот это у меня, где у нас начало ряда, да, и примерно посерединке, то есть сильно там ничего не высчитывала. Я вставляла между двадцать первым и двадцать вторым рядом. Вот смотрите, в семнадцатом мы поменяли цвет, вот отсчитываем, семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать 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 что мы будем вязать? Мы просто будем делать убавки, вот видите, в двадцать седьмой ряду будем делать 10 столбиков без накида, 1 убавка и так до конца ряда в двадцать восьмом ряду 9 столбиков без накида, 1 убавка и так до конца ряда в двадцать девятом ряду 8 столбиков без накида, 1 убавка и так до конца ряда в тридцатом ряду 7 столбиков без накида, 1 убавка и так до конца ряда в тридцать первом ряду 6 столбиков без накида, 1 убавка и так до конца ряда в тридцать втором ряду 5 столбиков без накида, 1 убавка и так до конца ряда, в тридцать третьем 4 столбика без накида, 1 убавка и так до конца ряда, в тридцать четвертом 3 столбика без накида, 1 убавка и так до конца ряда, добавляем наполнитель хорошенько в голову, формируем ее и потом уже заканчиваем тридцать пятый ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка и так до конца ряда, в тридцать шестом 1 столбик без накида, 1 убавка и так до конца ряда, в тридцать шестом 1 столбик без накида, 1 убавка и так до конца ряда, Потом можно сделать уже тридцать седьмой ряд, либо убавки, либо вот ниточку попродевать через петельки и затянуть колечко, то есть тут уже как хотите, как вы заканчиваете. И все, так мы голову с вами свяжем, и потом я покажу, как мы будем вывязывать кепочку. Вот смотрите, такая голова получилась, я сделала уже все. Вот тут, смотрите, когда я добавляю наполнитель в затылок, вы же будете распределять, то есть можно придавить хорошо, распределить. И я вот этот затылок немного приминаю, чтобы он у меня такой, как скошенный был, видите? Видите, мы будем пришивать сюда, мне так больше нравится, чтобы объем основной был вот в этой части, в передней части, а здесь нам столько и не надо. То есть мы вот так вот будем пришивать, как обычно пришиваем голову. По расходу желтой пряжи не хватило мне на десять рядов. Вот я когда делала девять столбиков без накида, одна убавка, вот этот вот ряд, у меня там закончилась пряжа желтая, поэтому я взяла новый моток, то есть немножко совсем не хватает. Это вам для информации, чтобы вы понимали. Так, теперь будем оформлять кепочку, здесь, вот видите, где мы ниточку оставляли, заходим, вот заходим под зеленую ниточку, видите, вот таким образом, хватаем и провязываем столбик без накида. И так по кругу будем обвязывать, вот смотрите, заходим под желтую, а можно даже хватать, да, по-моему, и хватало два вот так ряда, поняли, смотрите, не под один даже, а я вот так по два заходила, точно, точно и вспомнила. Вот так вот, и здесь зашла сюда, вот под желтую, так видно вам хорошо, сюда зашла и вот здесь аж вышла полностью под один зеленый ряд, я захожу. и провязываю столбик без накида, зашла сюда и аж полностью под зеленый ряд первый, ближайший к нам провязала, и вот таким образом мы будем обвязывать полностью по кругу всю голову. вот смотрите, вот такой кантик получается, видите? а а а а Então, а а а а а а а а а Вот, провязала я полностью вокруг, дошла до начала и теперь я просто в эту вот первую петлю зайду и сделаю соединительный столбик. Сделаю соединительный столбик и нитку обрежу, обрежу и спрячу вовнутрь. Так, вот так вот, а теперь нам нужно начать вязать кепочку, вот отсюда начнем, вот так вот голова, отсюда начнем вязать, присоединим ниточку и будем вывязывать первый ряд. Где я присоединяю ниточку? Я примерно отсчитываю один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и где-то вот здесь вот, где-то вот здесь я начну вязать. Тут неважно, одиннадцать вы отсчитаете или двенадцать, смотрите сами, у вас может быть козырек меньше или больше, то есть я просто присоединила нитку и пошла вывязывать. Пока этот хвостик я не убираю, я потом его спрячу. Вот это два уже, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемь, девятнадцать, двадцать, 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 одиннадцать. То есть, как вы поняли, мы вывязываем просто за вот этот вот бортик, который мы провязывали, вот в него и вяжем. Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Вот у меня на той черепашке первой тоже было двадцать шесть петелек, но посмотрим, что здесь у меня будет больше. Так, давайте посчитаем, где я начала. Вот тут я уже начала. Хорошо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать до глаза. Здесь один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, наверное, мне нужно еще провязать две петли как минимум. Сейчас двадцать шесть, это получается двадцать семь и двадцать восемь. Так, а ну-ка, двадцать семь, двадцать восемь. Здесь я сейчас сделаю соединительный столбик в следующую петлю и посмотрю, ровно или нет, примерно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать, двенадцать до начала ряда, точно так же и здесь, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, в общем, у меня будет так, примерно одинаково, даже если кепочка будет немного косить, ничего страшного, можно же кепку одеть неровно, чуть-чуть на бок. В общем, вы поняли, да, чтобы примерно было одинаковое расстояние. Все сделала, теперь я не делаю воздушную петлю, я начинаю вязать, смотрите, первую петельку не провязывая, начинаю вязать во вторую петлю. И пошли. Один... Плохо мне видно, что я тут лежу. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Смотрите, какой у меня вообще принцип по вязанию кепочки. Я буду делать в начале ряда убавку, в начале каждого ряда, вот здесь вот сделала убавку, провязала, да, тут не сделала, потом начала вязать отсюда, здесь сделала убавку. В начале каждого ряда я буду делать убавку, а в серединке я буду делать три прибавки, где-то здесь, в серединке и здесь. Поэтому, ну и не важно через сколько это будет рядов, я вот сделала сейчас тут пять или сколько рядов провязала, сделала прибавку, да? Сделала прибавку, пошли дальше вяжем тут. До серединки довяжем, вот, до серединки сейчас довяжем и тоже сделаем прибавку. Примерно вот здесь вот делаем прибавку. Вяжем дальше, вяжем, вяжем, вяжем сколько-то столбиков. Там четыре, пять, опять же, связали столбиков примерно на одном уровне, вот вы знаете, что вы здесь сделали прибавку, здесь и в серединке. Все себе так наметили и пошли дальше вязать. Здесь вот я прибавку сделала и пошла дальше вязать до конца ряда столбиками без накида. Так, это мы второй ряд вяжем, первый ряд мы просто провязали, начали кепочку, да? Это уже второй ряд заканчиваем, просто довязываем до конца, разворачиваемся, я не делаю воздушные петельки. Вот смотрите, сейчас вот так вот это выглядит. Ну и примерно посмотрели, нравится, не нравится, не нравится, перевязали и все прекрасно. Здесь, опять же, я первую петельку не провязываю, начинаю со второй. Можно делать, конечно, и убавку, да, зайти в эту первую, зайти во вторую и провязать убавку. Можно и так вязать. Кстати, давайте и так провяжем. Можно просто первую петельку не провязывать и вязать со второй, то есть это как хотите. Вот сейчас я провязала. Так, здесь тоже будем делать прибавки. Сколько-то провязали. Сделали прибавку. Тут уже и сделаю ее. Дальше идем, вяжем. Я не считаю, сколько здесь петель, поэтому я и вам не говорю. Вяжем на глаз. Сейчас я научу вас вязать на глаз, чтобы примерно было то, что надо. Вот здесь снова сделала прибавку. Пошли дальше. Если этих прибавок не делать здесь в кепке, то она просто у вас будет заворачиваться и не будет этого козырька. Вот здесь прибавку сделала. И дальше довязываю до конца ряда. Так что мне не нравится, тут у меня эта нитка как висит, я за нее и провяжу. Все, есть красота. Хотела сделать воздушную петлю, не буду. Все, смотрите, вот так вот уже получается, видите? Прекрасно, прекрасно. Это три ряда. По идее еще три ряда надо провязать таким же образом. Вначале убавку сделали. Здесь три прибавки. Все, довязали. И так каждый ряд. По идее должно три ряда нам хватить. Но если надо будет подлиннее сделать, значит сделаем подлиннее. Видите, как сейчас это выглядит? Вяжем, вяжем, вяжем. Развернулись, сделали упавку. Зашли в первую петельку, во вторую петельку, провязали за один раз. Это убавка у нас, пошли дальше. Сколько-то столбиков без накида провязали, сделали прибавку. Дальше провязали несколько столбиков без накида. До серединки примерно довязали, сделали прибавку. Я тут прибавку сказала или убавку? Вы поняли, здесь вот три прибавки мы делаем. Если я там сказала убавку, то я ошиблась. Так, вот тут прибавку сделали, пошли дальше, провязываем. Это мы четвертый ряд, получается, вяжем. Здесь мы тоже сейчас сделаем прибавку и довязываем до конца ряда. То есть мы в каждом ряду вяжем одинаково примерно. Убавка в начале ряда, потом три прибавки. Все это довязали. Угу, хорошо. Прекрасно, прекрасно. Так, разворачиваемся. Снова убавка. Вяжем крючком. Провязываем крючком дальше. Прибавку сделали, вяжем крючком дальше. Прибавки я делаю не в одном и том же месте, то есть у меня не прибавка над прибавкой, я их делаю в разных местах. Примерно там же, но не прибавка над прибавкой. Вот здесь вот сейчас сделала прибавку. Сейчас посмотрим, может это уже пятый ряд, я заканчиваю. Сейчас может в шестом не будем уже прибавки делать, а просто провяжем. Я очень красиво формирую козырек. Может нам прибавок уже и достаточно, потому что мне все равно нужно, чтобы он немножко завернулся. Так, вот я довязала до конца. Сейчас еще посмотрю, что у нас получается. Ну, все прекрасно уже, смотрите. Видите, нужно опустить. Да, я сейчас свяжу, чтобы он у меня больше был завернут. Я свяжу один ряд без прибавок. Он, наверное, у нас будет и последний. И сформирую, вот смотрите, как сверху, и сформирую уже красоту. Поэтому это будет шестой ряд, я думаю, достаточно. Я вот здесь вот, когда дошла, то что я знаю, что у меня это уже будет последний ряд, я дохожу до начала. Мне здесь нужно красиво все провязать. Я в эту же петельку зайду еще раз и столбиками без накида я здесь все сейчас провяжу, чтобы у меня красивый был козырек. Вот так, здесь так соединюсь. Мне так не нравится и, значит, сюда сейчас. Соединительный, да, я так объясняю первый раз, наверное, так объясняю, типа делаем на ощупь, вяжем как-нибудь. Так, всегда я соединительный не хочу делать. Там будет некрасиво. Ладно, все, значит, столбик без накида я сделала, развернулась и дальше вывязываю, да, обратно уже иду. Так, но мне тут как-то надо красиво это соединить, что мне не нравится. Может, следующую еще соединительный сделать? Так, сейчас соединительный все-таки сделаю, развернусь и тут начну дальше вязать. в обратную сторону, это уже как-то надо тут будет прихватить, что у меня не получается красиво сделать, ну и ладно. Все, просто столбиками без накида вязываю полностью козырек в обратную сторону. То, что я говорю, не красиво получается. Видите, вот здесь вот чуть-чуть ниточка вот эта вот и потом, может, так вот пришьем, посмотрим. Так, хорошо. Вот так вот, просто уже без прибавок, без убавок, просто провязываю один ряд столбиками без накида. И вот это сейчас мы довяжем и, в принципе, уже почти все готово. останутся нюансы. Голову прошить, оформить мордочку, панцирь и все уже будет прекрасно. Так, это шестой ряд мы провязываем просто столбиками без накида, чтобы этот козырек все-таки немного завернулся. Ну и тут, получается, нам тоже надо на этой стороне хорошо опустить вот это вот вязание, чтобы у нас все было красиво, да? Вот так, чтобы все было хорошо. Столбиками без накида доходим до самого края. Так, я сейчас сделаю сюда соединительную и посмотрю, красиво тут все или не красиво. О, красота! Смотрите, можно даже тут ничего не делать. Видите? Прекрасно! Чудесно все, смотрите, вот здесь вот так, вот здесь вот так. По-моему, одинаково, да? У меня вот тут глаза, вот тут кепка, вроде ровно. Все, я сейчас тут ниточку обрежу. Соединительный столбик я сюда сделала, вытягиваю ее. Сюда ее протягиваю. Одно и второй, я эту побольше оставила, хочу все-таки пойти на другую сторону и немножко ее прихватить. Сейчас я ее завяжу, прям сверху, он не видно будет. Так, тут протягиваю. Угу. Хочу здесь еще один узелок завязать, чтобы уже наверняка они у меня ниточки не повытягивались. Не нравится мне тот холлофайбер, я цепляю, я чувствую это, потому что сейчас по-другому возьму. Попробую его не захватить. Угу. Так, сюда протянула. Тут тоже завяжу узелочек, тыкчик. Все, одну из ниточек вот эту я спрячу. А вот эту еще сюда сейчас вывезу. Угу. 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 И вот сюда я ее сейчас выведу. Угу. Вот эта нитка мне не нравится, она у меня немного попорчится. Я ее сейчас подхвачу вот этой ниткой. Ничего я тут не потянула, и выведу ее сюда куда-то. Вот так, смотрите, и все, у меня уже красиво. Я тут сейчас завяжу узелочек, вот так вот возьму, узелочек завяжу, все тут хорошенько спрячу, она у меня не вылезет, все будет прекрасно. Но я рада, что получилась эта кепка, потому что я, если честно, думала, как я буду вам ее объяснять. Если у меня даже у самого такого не записано, просто вяжу, как получится, оказывается все хорошо. Так, вот смотрите, красота вообще. Прям прекрасно. Ребята, прям прекрасно. Так, хорошо, теперь нам нужно голову, оформлять мордочку я буду уже в конце. Теперь нам нужно голову пришить к шее. Я точно так же, как и в других своих игрушках, я ее закрепляю спицами большими, так насквозь прокалываю, как и в других мастер-классах я показывала. Кстати, по поводу размера головы, голова реально большая, очень большая, она почти как и панцирь. Поэтому, вот кто там будет переживать и говорить, что большая очень голова получается, то так и должно быть. Потому что вот у меня есть мастер-класс по уточке Лала Фан Фан, и там прям много комментариев, голова большая, значит что-то не так. Нет, так и должно быть. Так и задумано, видите, какая она огромная. Все, мы просто ее присоединяем и вот таким образом вот пришиваем к шее. Вот так вот, прям по шее, как идет шея, так и голову пришиваем. Поняли? И она у нас будет вот так вот держаться. Хорошо пришиваем. И еще можно голову потом дополнительно вот прям с этой шеей вместе еще к панциру вот так вот немножко пришить. Тоже вот эта обычная уже иголка с ниткой, чтобы не было видно, чтобы она хорошо держалась. В общем, давайте. Каждый самостоятельно пришивает. Она просто очень большая, я это не покажу на камеру. Просто я сначала начну пришивать вот этой, в иголочку нитку вставлю, я буду иголкой пришивать, не крючком, а иголкой. Потому что она очень большая, по-другому будет неудобно. И все, и мы уже почти закончим. Так, плохо видно, сейчас подниму повыше. Вот я пришила голову. Видите, как красиво получается шея такая вот длинная и голова. Голова хорошо держится, ничего не падает. Если нормально пришить, то вообще все прекрасно. Здесь все ровненько, здесь ровненько. Сейчас я хочу показать, как вот эти вот штуки вышить здесь. Это у меня цвет кепки идет. Мы отсчитываем от начала, вот находим начало. Видите, первый наш ряд был. От начала отсчитываем где-то десять-одиннадцать рядов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И где-то вот в этом ряду, вот так по кругу мы будем вышивать круг такой. Сейчас я еще раз сама ближе возьму, просчитаю. В принципе все видно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот тут я начну, начинаю я где кепка. Если вот здесь делаю, то нормально. Просто присоединяю нитку. Присоединила туда, как обычно. И вязать буду прямо по ряду. Прямо по ряду, в этом ряду, вот где вы себе наметили. Я не знаю, как вам показать теперь. В этом ряду, где вы наметили, но под кепкой не видно будет, там уже будет лучше видно. Прямо заходим в каждую петельку и провязываем столбики без накида. Сейчас я тут пройдусь. Несколько петелек и там, чтобы уже вам видно было, где не будет кепки, покажу. Смотрите, тут часть я провязала, здесь уже будет виднее. Мы идем прямо по одному и тому же ряду. Вот видите, по этому ряду и хватаем петельки вот так просто. Один ряд, второй ряд и между ними. Мы схватили и провязали столбик без накида. Точно так же вот зашли и нам по кругу нужно обвязать каждую петельку. Не уходим ни на ряд ниже, ни на ряд выше. Прямо по одному и тому же ряду по кругу проходим. И вот так вот провязываем. Крючок я не меняла, у меня все тот же четвертый крючок. Что зашли в тюрьме? Так вот обвязываем. В тюрьме. И ты на верху. Ух, тюрьме. Ух, тюрьме. Ух. Ух, тюрьме. Ух. Ух. И вот так вот по кругу довязываем. Смотрите, вот здесь я уже дохожу до конца, но мы же по спирали вяжем, и поэтому уходим к этой части. Чуть-чуть наверх, просто нам нужно соединить их под кепкой. Этого видно не будет, вот почему я и начинаю под кепкой, чтобы это не так бросалось в глаза. Вот я тут провязала и теперь зацепилась за первую петельку то, что мы провязывали. Вот так вот обрезаем, вытягиваем, затягиваем и здесь я хочу еще узелок завязать между собой. Ниточки связать и потом протянуть их вовнутрь. Просто оп и спрячем их вовнутрь. Оп и спрячем. Так, вот такой кружок мы уже вышили. Видите, какая красота! Теперь нам нужно вот эти штучки еще связать. Смотрите, я здесь примерно по серединке провяжу одну штуку, где-то вот здесь. и вот здесь. Я просто подцепляю вот так вот, прям под этим провязанным рядом. Я подцепила, вытянула петельку, и здесь я провязываю просто, ну все тоже самое, просто выбираю себе ряд, по которому буду идти. точно так же обвязываю столбиками без накида вниз только уже. Ряд этот немного в диагональ уходит, вот так мы и вяжем. Прямо до самого низа провязываем. Тоже заходим в каждую петлю и прямо до низа. вот видите, здесь еще можно провязать, вот я и провязываю. вот так вот получается хорошо, хорошо. Здесь ниточку я обрезаю, обрезала, вытянула, а теперь я ее сюда, в самый последний ряд, цепляю и делаю узелок. а теперь я хочу ее протянуть сюда, к этой вот ниточке. заходим, цепляю и цепляю хвостик, сюда вытягиваю, вот эту часть, сейчас подцеплю, тоже тут узелочек такой сделаю, и степляю, и протяну его наверх. и протяну ее наверх. Сейчас уберу этот холофайбер, который у меня слегка вылез. вот так вот. Тут я завяжу узелок этими ниточками уже и тоже спрячу вовнутрь в панцире. вот такая красота получилась. Смотрите, одна у нас штука готова, и нам еще нужно, вот это как пополам, да, мы разделили, нам еще нужно здесь по одной штуке, здесь по одной штуке, еще четыре штуки. отсчитываем примерно на одном расстоянии, вот один, я где-то по десять петелек пропускаю, сверху именно считаю, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и тут начинаю вязать, вот так вот захожу, и начинаю вязать еще одну штуку, потом десять петелек пропустила, и еще одну штуку такую же связала, то же самое в эту сторону, десять петелек пропустила, провязала по ряду, десять петелек пропустила, провязала по ряду, вот такую же самую штуку. Вот, видите, я уже все провязала и здесь, естественно, я не провязывала, поэтому эти пару стежков мне не нужны. Сейчас я оформлю мордочку, немножко покажу вам, как я вышиваю. Смотрите, примерно один, два, три, четыре. Вот в этом ряду мы будем вышивать, я так думаю, выходим сюда. Так, это мне не надо, чтобы тут запутывалось. Здесь так у меня кончик будет болтаться и вот один ряд наверх примерно и две петельки сюда. Мы проходим, вот смотрите, не в эту, а вот сюда, иду и наверх один ряд. Так вот, придерживая, тут я ее подцепляю и сюда же выхожу и на эту сторону. Вот так вот она у меня будет, видите, вот так вот и здесь то же самое, на одном расстоянии, на одном, две петельки влево и одну наверх. Выходим, смотрите, вот так и потом ее подцепляем и второй раз идем делаем. Я делаю это одинарной ниткой, но прохожу два раза, мне так проще. Если сразу буду двойной ниткой делать, то у меня там может нитка запутаться, что-то еще произойти, не хочу так делать. Так, все сейчас посмотрю, ровненько, вроде все ровненько, видите, как красиво получается. И еще один раз все тоже самое. Сюда зашли, сюда вышли, сюда вышли, подцепили, здесь тоже самое. Видите, какая красота. Вот такая вот, тоже самое зашли, сверху вышли. Вот такая вот, она у меня тут падает. Сейчас подтяну. Вышли, расслабили немножко. Сюда ее приделали и примерно выходим там, где будем делать ротик. Угу. Сильно затянуло все у меня. Так, вот смотрите, какая красота получается. Видите? Класс. И теперь нам нужно будет сделать ротик, побольше, поменьше, как хотите. У меня где-то так будет. Сюда, сюда. По серединке выхожу, где я хочу прихватить, какой ширины улыбочка у меня будет. Сейчас посмотрим. Какая красота. Так, мне кажется, у меня здесь, а здесь и здесь. Чуть-чуть не так. Да? Или сойдет? Ну да, тут надо было подальше. Ну, в принципе, в принципе. Сейчас возьму посмотреть получше. Красота. Как пойдет? Смотрите, красота. 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 цветом мешалка на эту сторону, в ту же самую петлю на своем году. вот так и еще один раз все то же самое тут ее подцепляю тоже и снова на тот же уровень выхожу рядышком я хочу сделать так видно вам что я вообще тут делаю ладно пока тот будет хай хай будет так добрый так смотрите улыбка меня устраивает красиво все прекрасно теперь я хочу сделать вот тут вот такие штуки сюда сюда наверное пока сюда выйду посмотрю красиво или чуть в другом месте пройтись так вот видите что хочу сделать такую полосочку и точно так же на этой стороне я хочу выйти сюда и так сюда и сюда да и прекрасно и видите вот такая вот красота у нас получается ротик такой прекрасный эту ниточку я тоже сюда вытяну и просто завяжу их между собой как鳥 такой смотрите в ту же самую ты же такое much earlier в ту же самом мне нужно петельку выύти завязать их между собой узелком здесь я завязываем между собой узелком и вот эту нитку немного обрежем такая здесь я завязываю между собой узелком и вот эту нитку немного обрежу такая не нужна и спрячу вовнутрь и все и потом самостоятельно еще приклеите здесь сердечки и черепаха будет готова в итоге посмотрите как у меня получилось оформить мордочку на этой черепашке немного по-другому чем на той даже красота жду фотографии ваших черепашек у себя в инстаграм ссылочку вы найдете в описании под видео хорошего вам дня вечера любого времени суток пока пока